Доброе утро всем и добро пожаловать в новый влог! Девчата, начинаю свой обзор с блинов. Сегодня у нас воскресенье. Я еще болею. Это была сегодня катастрофа. У меня нос красный, как у Деда Мороза. Со мной еще такого не было. Это я уже второй раз болею. Вот. Сейчас думаю блинчиков сделаю. Вот. Сниму вам, что я вчера хотела, что мне дочь подарила. Сегодня я буду этим делом купаться. Вот. Покажу вам нашу погоду. Погода у нас испортилась. У нас с завтрашнего дня Должь. Посмотрите, даже все запотело. У нас с завтрашнего дня надо форточку открыть, окно вернее. С завтрашнего дня обещают минус один. Даже снег. Ну, я думаю, что в горах будет. Вот. А я сейчас вот начала блинчики спечь. Девчата, рецепт у меня есть на канале. Это рецепт у меня заварного теста. Сейчас уже переворачивать буду. Так, девчата, блинчики я уже спекла. Мы уже покушали. Вот у меня такие блины. Ананас я разрезаю, потому что он уже желтый. А то, если не разрежу, так он и будет стоять у нас. Вот. Завтра понедельник. Уже тут тоже и вещи сушу. Если не сушилка, то не знала, что делать. Так, ну что я хотела еще вам показать. Девчата. Девчата и мальчишки. Смотрите. Вот эта картошечка, она как бы продается везде. Она где-то стоила 1,79. Да? Это обыкновенная маленькая картошка. Она у всех есть. Как бы даже кто в России, Казахстане живет. Помните, это вся мелочь, которую мы садили. И значит, что я хочу сегодня сделать. Я хочу эту картошку сейчас обмыть хорошенько. Сейчас я ее разрежу. Так. Ананас помоет сейчас. А то я говорю, пока... Вот виноград стоял. Смотрите. Пока я его не обмыла, не очистила, вот только стали кушать. Если бы вот так вот грузди ближали, ну, поклевали бы и все. Так. Не хочу себя показывать, потому что... Ой, весь нос все красное. Господи, хоть бы потягнется мне успеть, как бы выздороветь, чтобы на работу... Мне на работу еще вторая смена с четырех до восьми. Так, это мой ножик. Я разрезала ананасы. И, наверное, я ему и буду резать дальше. Сейчас посмотрю, как он... Все, я только зубчиками пользуюсь. Я так люблю ножи с зубчиками. И я уже привыкла. У меня вот единственный мой ножик зубчиками, но я с ним делаю и все. Так, ну, все. Вот такая, девчата, смотрите, картошка. Где вот, например, вот такое уже, как подгнилая, или, как сказать, такая отбитая. Где вот тут вот отростки, да, раз. Ну, можно и сюда кидать. Мы хорошенько вымываем ее, это обрезаем. И где сильно большая, просто ее как наполовину обрезаем. Ну, как срезаем, да. И все, не обязательно прям, чтобы она там высохла, чуть-чуть ее стряхнули. И вот, например, я буду выпекать вот такой вот. Вы можете в любой вот, в дозе, как сказать. У меня стеклянная. Вы можете даже на противне, просто на противне выпекать. На этой бумаге. Вот такой вот, который мы выпекаем обыкновенно. Все. И что еще надо? И я потом вам покажу. Я с чесноком всегда делаю. Это у меня масло, оливковое. Есть такое, можно обыкновенное. Обыкновенное масло. И я, например, без запаха всегда беру. И все. Потом сюда картошечку. Я вам сейчас покажу картошку, потом все туда. И чеснок добавляем. Я 3-4. Вот мы любим чеснок. Потом наверх паприку, соль, перец. И пускай она немножко постоит, потому что до обеда нам еще далеко. Она как раз питается, и потом вообще вкусная будет очень. И, конечно, посмотрю сейчас в морозилке. Может, стейк или что-нибудь есть, да, Су? Сделаю. А то что-то ничего такого уже варить неохота. Ну, давайте, поехали. Так, девчата, что нам надо? Вот у меня 3 зубчика чеснока. Чеснокодавка. Потом перец, соль, и еще надо сверху паприку. Ну, паприка у меня не оказалась, потому что я покупаю ее всегда в турецком магазине. Вот у меня только эти всякие такие специи. Я очень люблю там как бы специи покупать, да? Ну, нету. Теперь поеду. Завтра нет, завтра понедельник. Мне надо выздороветь. И где-то, наверное, в среду поеду, куплю аж несколько пачек. Вот, ну, давайте еще. И потом, когда мы это все добавим, и все хорошенько перемешаем. И не надо закрывать никакой фолии, ничего, пускай она у вас стоит. Девочки, посмотрите, что я сделала. Все добавила, да? Добавила и соль, потом чеснока, 3 зубчика. Смотрите, если вы любите чеснок, то делайте побольше. Ой, аж на одышка, извиняюсь, что я в таком виде. Ну, так захотелось вот это все снять. Вот, смотрите. Еще. Я хочу добавить орегано. Оно вообще сюда подходит. Сейчас вот так вот немножечко. Что нам? А, а, я тут заплеила. Посмотрите, какая прелесть. И немножко укропа. Ну, укроп это для запаха. Ну, так дома вкусно пахнет. Я сама по себе чеснок люблю. Больше, чем лук. Лук только люблю, когда в шашлыке. А так я только вот чеснок люблю. Нарезала я ананас, наконец-то. Посмотрите, я про это виноград говорю. Пока, я говорю, он тут лежит, будет кушать. А так, я говорю, так же будет все лежать. Так же сейчас и с ананасом. Сейчас нарезала. Будут выходить потихоньку и кушать. Ну, все, девчата. Сейчас, пока у меня все маринуется. Время у нас только 2 минуты 12. Вот я пойду там свои дела сделаю. И хочу показать вам, что мне дочь подарила. Вот это уже как это соленая, как морская соль, да, розовая. Она очень такая хорошая. Я добавляю туда ванну и моюсь. И оттуда же, как и мыло, тоже добавляешь, как чтобы пена была, тоже мне нравится. И, конечно же, расческу. Какую расческу она мне, как в подарок, как бы, ну, как выписала. Хотелось еще вчера вам снять, но думаю, сниму сейчас. Вот, посмотрите. Сделаю подальше. Это для БАДА, как для ванны, да, наливаете воду, чтобы было как шампунь, там, как бы пена, да. Я уже второй раз этим пользуюсь. И морская соль, розовая. Тоже очень хорошая вещь, я вам скажу. И, конечно же, расческу. Так, Рики, кину на пол. Вот такая вот. Такая вот, девчонка, расческа. Классная такая. Я, конечно, в основном волосы выглаживаю, но дочь говорит, мама, куда ты понес? Забрал этот мешочек. Мама говорит, этим, говорит, оно сразу, говорит, и сушит, и закручивает. Но я не закручиваю волосы, я сама кудрявая. Так только, если я под... Я уже рассказывала вам. Попаду под дождик, все, это катастрофа. Прихожу домой вся как барашек. У меня волос такой, как сам по себе волнистый. Ну вот, такое вот обещала. И вчера, думала, покажу. Думаю, нет, вчера не смогла. Думаю, надо сегодня обязательно. Ну вот так вот. Вот мои все вещи здесь. Все пополняется и пополняется. И духи у меня, и что только нет. Тут тоже много чего нового появилось. А где мой Рикочка? Ты почему? Ты почему забрал мешочек? Наш бат. Эти вещи уже я просушила. Без сушилки я бы не знала, что делать. Вот у него блинчик здесь. Можно я у тебя блинчик заберу, Рикки? Он у него прячет под одеяло. Можно я заберу блинчик твой? Можно? Можно заберу блинчик, Рикки? Рик, на. Дай мешочек. Отдай мне мешочек. Отдай мне мешок. На. За блином лезет. Ты же его прячешь. Ну на, на. На его. Девочки, смотрите, как муж обо мне заботится. Подарил он мне цветы, чтобы я не болела, чтобы я выздоравливала. Сейчас я вам открою вот так. Вот такие вот. Такой букет, какой тяжелый. Такие цветочки. А сейчас я вам покажу картошку. Она уже готова. Она у меня уже в духовке. Я ее сначала фольгу сделала. Дети уже покушали. Но сейчас открыла ее все равно, чтобы она, знаете, как зажаривалась. Вот так вот положу сюда цветочки. Посмотрите, какой огромный букетик. Рики, ты чего не спишь? Ну все, пойдемте. Я вам покажу картошку. А вот она, Шрики. Туда нельзя. Сегодня у нас тоже ветер такой. Вчера был ветер сильный. Позавчера ветер был сильный. Вот сейчас только, посмотри, девчата, открывает, чтобы он вышел на улицу. Там его друзья прогуливаются. Собачки. Сейчас начнет гавкать. Рики, пускай они пройдут. А потом я тебе открою, да? Пускай пройдут. А то потом опять начнется. Там два пуделька гуляют. Два друга. Рика. Да, Рики? Ну все, не отвлекай маму. Отвлекает. Так, девчата, вот такая картошка у меня получилась. Смотрите, дома запах такой чеснока. Ммм, очень запах. Мне как раз сейчас надо этот чеснок. Вот такая она зажаристая. Если слышно, она еще шкварчит. Еще такой прям шипит вот прям. Смотрите, она у вас не сухая, да? Чтобы она не была сухая, маслица хорошенько налили. Ну не так, чтобы прям налили, да? Вот получается, вот я сюда лила, это 4 столовые ложки, как масло. Обыкновенно, без запаха. Вот три зубчика чеснока, соль, перец и орегано сверху. Чеснок. И все, перемешали и все. И в духовку. Но я еще накрывала алифолию. Как же она, как же вам сказать? Ну такой золотинкой, да? Вот такой вот я золотинкой и делала посередке дырочки. Ну это буквально я там ее на полчасика оставляла. А потом я открывала, чтобы она именно вот так вот хорошенько, посмотрите, зажаривалась. Ставила я ее на 180 градусов. И смотрите сами, прокалываете ножичком или с чем у вас там езубочисткой прокалываете. Если она готова, значит она готова. Ну и все, можно ее кушать там сосисками отваренными, да? Там с любым, с любым там мясом там. И гальщем. Я, например, вот сейчас вот у меня шницели размораживаются. Я буду сейчас шницели делать. Дети так уже поели. Вот. Ну все. Буду с вами прощаться. Большое-большое вам спасибо за просмотр. Надеюсь, если будет у меня все хорошо, то встретимся завтра. Завтра я буду готовить, как я обещала, эти сердечки. И как их еще забыла, почки, буду, ну как вам показывать, как я их делаю. Ну, всем пока.